Новогодние елки в горшках сейчас лидеры продаж в цветочных магазинах. Живые мини-красавицы после праздников можно высадить в грунт. Но они не первые в рейтинге эко-украшений. Какие советы дают защитники природы, расскажет Вилана Чаус. Лесная чаща на одном квадратном метре. В цветочных магазинах миниатюрный хвойный лес сейчас стоит в первых рядах. Вечно зеленый в горшках уже несколько лет в тренде праздничного интерьера и топе подарков. Люди все воспринимают как елки. Я могу сказать одно, что чаще всего люди даже воспринимают кипарис лавсона. Ну, например, этот конкретно кипарис лавсона. Здесь есть лимонные кипарисы. То люди воспринимают все как елки. Понимаете? Мало кто разбирается, что это голубая, что это зеленая. Хвойные в контейнеры из Голландии яркие, но почти не пахнут. Для лучшей сохранности при транспортировке их обрабатывают специальным средством. Такие елки можно высаживать в грунт. Эта возможность привлекает защитников окружающей среды. Однако специалисты предупреждают, даже при соблюдении особых условий, приживаемость минимальная. Елки в катках скорее маркетинг, чем настоящая забота о природе. Далеко не все виды ели адаптируются для наших климатических условий. Часто привозят ели из теплых стран, выращенные в той же самой Европе. И они просто, даже если вы соблюдете все требования и посадите с кома, зимнюю посадку, но ель не перенесет зиму. С точки зрения зеленых – обманчивая и искусственная елка. На ее изготовление уходят невозобновляемые ресурсы. Экослед окупается при более чем 20-летней ее эксплуатации. А самой щадящей природой считается праздничная красавица, срубленная под самый корешок. Традиционно под Новый год рубят так называемый подлесок, проводя санитарную его чистку. А в последнее время высаживают в специальные плантации. К тому же продлить жизнь после праздников срубленной елки можно, сдав ее в зоопарке или на пилораму.